МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Открытый диалог и новые возможности для белорусско-российского сотрудничества. Сегодня в Минске бизнесмены и официальные лица Ульяновской области встретятся с белорусскими партнерами в рамках экономического форума. Ожидается, что нынешние переговоры станут хорошим импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений. Визит зарубежных гостей начался накануне. С главой делегации, губернатором региона Сергеем Морозовым встретился президент Александр Лукашенко. Стороны договорились о сотрудничестве в строительстве и сельском хозяйстве. Есть взаимный интерес машиностроения, образования и науки. Россияне также посетили предприятие по выпуску пассажирской техники. Им показали новинки городского электротранспорта. И в ближайшем будущем Ульяновская область планирует закупить несколько сотен понравившихся им образцов. Отвод вооружения закон об особом статусе Донбасса. В Минске продолжают искать мирные решения украинского кризиса. Как ожидается, сегодня пройдет очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы. Перед этим за округлым столом соберутся представители четырех рабочих подгрупп по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам. Об этом по итогам переговоров, прошедших в белорусской столице 8 сентября, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Тогда участники встречи поприветствовали установление режима прекращения огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что в частности позволило начать там учебный год. Контактная группа также отметила прогресс в работе подгруппы по безопасности. Речь о плане отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров. Ситуация с мигрантами в Европе продолжает выходить из-под контроля. Во Франции ликвидировали сразу несколько лагерей нелегалов, устроенных в колен. В некоторых случаях для сноса использовали бульдозеры. Тем временем парламент Венгрии разрешил армии и полиции применять против беженцев оружие, в частности стрелять резиновыми пулями. Отныне эти меры будут применяться на границах Венгрии, Сербии, Хорватии, Словении и Австрии. Об использовании таких методов задумались и в Финляндии. Между тем, Брюсселе и европолитики попытаются решить проблему распределения квот между странами ЕС на размещение 120 тысяч беженцев. Однако согласия в этом вопросе среди членов Союза пока нет. В Сирии снова неспокойно. Около 20 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения в результате бомбардировок. Обстрелы ведутся в жилых кварталах города Алеппо. Одной из целей стал и находящийся рядом рынок. Нападение произошло в момент, когда большинство местных жителей вышло за покупками. По последним данным, под завалами осталось много людей. В настоящее время спасатели пытаются их извлечь. Напомню, город контролируется повстанцами с 2012 года. Бои там идут постоянно, и Алеппо почти полностью превращен в руины. По данным ООН, за время гражданской войны в Сирии погибли около 200 тысяч человек. Еще более 13 миллионов стали беженцами. На Филиппинах неизвестные похитили туристов. Инцидент произошел на острове Самал. В одном из отелей вооруженные люди напали на четырех человек. Затем они посадили заложников в катер и уплыли. Вслед за злоумышленниками отправились несколько кораблей военно-морского флота. По уточненной информации, среди похищенных туристы из Канады и Норвегии. Белорусов среди них нет. Что послужило мотивом захвата заложников, пока неизвестно. По этому делу началось следствие. Отмечу, в стране действует террористическая группировка «Абусяяв». Она основана еще в 90-х годах, однако ответственность за случившееся она на себя пока не взяла. В Германии 91-летнюю женщину обвиняют в причастности к убийству 260 тысяч человек в Освенциме. Ее имя пока не раскрывается. Есть информация, что она работала связисткой в концлагере с 1944 года. Следователи считают, что женщина способствовала массовым убийствам. Напомню, в июле текущего года суд Германии приговорил к 4 годам заключения 94-летнего бухгалтера Освенцима. Оскар Грёнинг был признан виновным в пособничестве к убийству 300 тысяч человек. Сам личного участия в казнях он не принимал. Однако Грёнинг отбирал у вновь прибывших деньги и ценности, а также вел их учет. В Испании состоялся курьезный фестиваль под названием «Лужа». Тысячи людей собрались на одном из Канарских островов, чтобы выловить руками рыбу в грязной воде. Местный водоем буквально превращается в болото, когда там пытаются поймать рыбу. Многие используют плесеные корзины, но кто-то все же пытается сделать это голыми руками. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. «Взгляд в будущее» — форум молодых журналистов стартует сегодня в Минске. Он соберет более 150 юных акул-пера со всей республики. В течение двух дней начинающих работников средств массовой информации ждут тренинги, которые пройдут на базе ведущих масс-медиа Беларуси. В программе и пленарное заседание. В его рамках состоятся встречи с министром информации Лилией Аннанища, заместителем главы администрации президента Игорем Бузовским, а также руководителями крупнейших СМИ нашей страны. Лучшим репортерам, обозревателям, ведущим радио и телепрограмм, фотокорреспондентам вручат премии «Дебют». А в заключении форума участники пообщаются на тему «Журналистика глазами молодых». В Беларуси день без автомобиля. Всех водителей сегодня призывают не садиться за руль, а выбрать более экологичный способ передвижения. Например, добраться до работы можно пешком или на велосипеде. Между тем, сегодня по всей стране пройдут многочисленные акции. Так, в Минске эпицентром экологического праздника станет Лошадский парк. Здесь посетителей ждет экскурсионный эко-велопробег, интеллектуальные и познавательные игры, стафеты, детские мастерские. Продемонстрируют и экологически чистые виды транспорта, такие как электровелосипед и электромобиль. Родился в рубашке или в миллиметре от смерти? Огромное стекло едва не убило жителя Саудовской Аравии. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как оно упало на мужчину, который не спеша прогуливался по улице. Стекло задело его плечо и головной убор. Однако сам везунчик чудом остался цел. Пострадавший смог самостоятельно встать и поспешно направился прочь от злополучного места. И только полминуты спустя из здания выбежали виновники происшествия. И, судя по всему, предложили оказать пострадавшему первую помощь. Между тем, в интернете аравийцы уже крестили самым везучим пешеходом в мире. Такова информация на этот час. Звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 13.30.